Я и Святаго Духа. Аминь. В 81-й беседе святителя Иоанна Златоуста на книгу Бытия он говорит там о предпочтении благ небесных благом земным. Авраам, будучи вызываем Богом из земли в землю, он показал такое послушание, что никакие препятствия не могли остановить его, но бежал и спешил, как бодрый юноша, исполнить повеление Божие. Мы напротив, призываемые не из земли в землю, но из земли на небо, не покажем и такого же, как праведник усердия и послушания, но будем представлять пустые ничтожные причины. И не улекут нас ни величия обетований, ни маловажность видимого, как земного и временного, ни достоинства призывающего. Напротив, обнаружим такую невнимательность, что временное предпочтем всегда пребывающему землю небу и никогда не могущее кончиться поставим ниже того, что улетает, прежде чем появится. Доколе, скажи мне, будем мы показывать такую жадность к собиранию денег? Что за умоиступление каждый день увлекаться этой мучительной страстью и никогда не чувствовать сытости, но быть едва ли не хуже и пьяных? Ибо как эти, чем больше пьют вина, тем более распаляют себе жажду и тем сильнейше разжигают огонь, так и предавшиеся сильной страсти к деньгам никогда не успокаиваются, но чем более получают, тем более в них поднимается пламень страсти и разгорается печь. Разве мы не видим, что было жившими прежде нас, как они, завладев, так сказать, всею вселенную, восхищены были отсюда ноги и без всего, с тем только, чтобы там подвергнуться отчету и наказанию за все. Имение нередко разделяет между собой ноги, а грехи, сделанные им из-за этого имения, уносит с собой он один, подвергается заоноимучительному наказанию и ни в чем не находит утешения. «Для чего же, скажи мне, так нерадим о своем спасении, о своей душе, думаем, как о чужой? Не слышишь ли, как говорит Христос? Какой выкуп даст человек за душу свою? И еще, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Матфея 16 глава 26 стих «Что можешь сравниться с душою? Назовите всю вселенную, и тогда ничего не скажешь, ибо какая польза, как сказал Христос, приобрести весь мир и повредить душе своей, которой ближе к нам нет ничего. И ее-то, столь драгоценную ее-то, о которой нам надлежало бы столько заботиться, мы оставим в таком небрежении, что она мучилась день и ночь. То осаждаемая сребролюбием, то терзаемая невоздержанием, то унижаемая гневом, и различно каждую страстью возмущаемая. И не приложим о ней, хотя и поздно никакого попечения. «Кто же, наконец, удостоит нас прощения или избавит от угрожающего нам наказания? Посему прошу, доколь еще есть у нас время, омоем скверную ее обильную милостыню и угасим ее же пламя грехов наших. Ибо сказано, вода угасит пламя огня, и милостыня очистит грехи». И действительно, ничто другое так не может избавить нас от огня гиенского, как щедрая милостыня. Если мы будем подавать ее по предписанной заповеди, то есть не из тщеславия, но по любви к Богу, то в состоянии будем и омыть скверну от грехов наших и сподобиться Божие человеколюбие. Ему же слава, с Отцем и Святым Духом, и не пресно, и вовеки висков. Аминь.